В России стартовало трехдневное голосование. С самого утра люди приходят на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг. Думским выбором предшествовала серьезная подготовка. Василий Хатанзейский продолжит тему. Время 8 часов утра, а на избирательном участке уже первая Наринмарцы, которые решили проявить свою гражданскую позицию. Члены избирательной комиссии проделали большую работу по подготовке участков к выборам. Сейчас мы настраиваем КАИБы именно на нас участок, чтобы они распознавали информацию именно с нашего участка. На избирательных участках выставили ширмы для конфиденциальности голосования, установили камеры для наблюдения за порядком дистанционно. Особое внимание уделили тестированию комплексов обработки избирательных бюллетеней. Также работа КАИБов на всех 15 участках будет сопровождаться операторами. У нас специально операторы обучались работать на КАИБ. Два члена комиссии обучались и они за этим процессом будут у нас все три дня ответственны. Голосование будет проходить на протяжении трех дней. В первый день работа всех участков началась в штатном режиме и без происшествий. У нас своевременно открыты все избирательные участки, все 55 избирательных участков на территории Ненецкого автономного округа. В списке избирателей у нас включены 35 983 избирателей, это с учетом проголосовавших досрочно на нефтяных промыслах. Голосование идет без происшествий, по плану избиратели подходят, вы видите, поэтому участковая комиссия работает, наблюдатели тоже присутствуют во всех помещениях для голосования. Процедура голосования для горожан проходит в несколько этапов. На входе установлен пункт, где мы меряем температуру, обрабатываем руки, выдаем необходимые сизы, это перчатки и маску. Выдаем одноразовые ручки, чтобы избиратель мог воспользоваться. На протяжении трех дней на каждом избирательном участке процедуру голосования контролируют не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели от различных партий и кандидатов. Раньше был один день голосования, сейчас три дня голосования. Естественно, напряженность больше. Ну, в целом, что я могу отметить, уже прошло примерно где-то полтора часа, но пока нарушений не видно, я вот смотрю, вот тут, как говорится, порядок есть. По состоянию на 15 часов 17 сентября явка по Ненинскому округу составила почти 14%. Проголосовали 4987 избирателей. Надо ходить, надо влиять. Каким способом? Это каждый решает сам. Ибо, если чем больше людей будет приходить на выборы, тем реальнее будут результаты наших выборов. Среди избирателей, помимо старшего поколения, есть и молодежь с активной жизненной позицией. А важно ли вообще на сегодняшний день голосовать на выборы? Да, конечно, выборы это очень важно. Выбирай сейчас, выбирай свое будущее. Напомню, голосование проходит в три дня с 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Каждый житель региона может отдать свой голос за любого из кандидатов. Выразить свою гражданскую позицию на одном из 55 избирательных участков, к которому прикреплен северянин. Более подробную информацию о избирательных участках и правилах голосования можно узнать на официальном сайте окружной избирательной комиссии или на портале госуслуги. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.